Монумент слава строителям коммунизма встречает нас при въезде на Волжскую ГЭС. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Вольноходец. И сегодня мы с вами в городе Волжский, Волгоградской области. И начинается он, если ехать с Волгограда, на правом берегу у самой плотины Волжской ГЭС. Конечно, мы не смогли проехать мимо такого грандиозного творения человека, и свернув сразу после того, как закончилась плотина КСНТ-Энергетик, мы попали вот на эту смотровую площадку, где открывается умопомрачительный вид на плотину в целом. Это крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, а в начале 60-х годов была крупнейшая в мире. Строительство станции началось в 1950 году. Сначала строительные работы велись под управлением МВД СССР и использовался труд заключенных, но с 1953 года и до окончания строительства в 1962 строительство велось только силами вольнонаемного персонала. Собственно, город, о котором у нас сегодня пойдет речь, вырос из поселка строителей ГЭС. Сама станция имеет 44 донных водосбора, перекрытых плоскими затворами, пропускная способность водосбора в 15400 кубометров воды в секунду. Для управления затворами имеются козловые краны грузоподъемностью 200 тонн. Это вот эти вот желтые конструкции на самой дамбе, на самой плотине. По самой плотине же проходит шоссейная дорога. До недавнего времени это был единственный, скажем так, мостовой автомобильный переход из Волгограда на левый берег. Но с постройкой Волгоградского моста ситуация поменялась. Также по плотине проложена железная дорога. Вот как раз поезд следует по этой железной дороге. И раз мы заговорили про ЖД, то давайте отправимся на вокзал. Вокзал в городе был открыт в 1968 году, хотя сама станция берет свое начало еще с суровых военных лет. Во время Сталинградской битвы станция выполняла функцию перегрузочного узла. Сюда доставлялись боеприпасы и войска, а отсюда эвакуировали раненых. Это, конечно, был временный полустанок. Сама же станция заработала в полную силу в 1964 году. Современная станция выполняет роль шлюза и связывает промышленные предприятия города с остальной железнодорожной сетью страны. А для пассажиров можно быстро и с комфортом домчать до Волгограда чуть менее чем за полчаса. Реконструкция вокзала и перелицовка его в корпоративный твитарь ЖД была осуществлена на рубеже 2010-х годов. На привокзальной площади, как и во многих нормальных городах, как и должно быть, находится и автовокзал, образуя комфортный для пассажиров пересадочный узел. По середине площади расположился небольшой скверик, где можно подождать... Ну, представим, что люди все-таки ждут свой транспорт. А вот это жилой дом. Кому пришла в голову такая идея заселить здесь людей? Непонятно. Более уместно тут выглядела бы гостиница. Давайте маленько прокатимся на машине. Среди построек, конечно же, присутствуют типовые дома разных эпох СССР. Хрущевки. Кстати, в городе есть и сохранился трамвай, и вполне бодренко бегают. Трамвай необходимы здесь, так как предприятие находится вдали от жилой застройки, а с помощью трамвая можно перевезти быстро, так как без пробок и много, вступив несколько вагонов. Сталинки, Брежневки. Не забывайте, что город строился и проектировался в 60-х годах, и тут нет узеньких кривых улочек. В основном это прямые и достаточно просторные проспекты и перекрестки с круговым движением. Что-то похожее было в Киришах. Кстати, видео о городе Кириши есть на моем канале. И, кстати, город четко разбит на кварталы, и наименования у этих кварталов незамысловатые. Первый, пятнадцатый и так далее. Вернемся к трамваю. Трамвайное движение в городе было открыто в 1963 году, и именно такие вагоны немецкой разработки марки ГОТА Т-57 вышли тогда на линию в количестве 25 штук. Эксплуатация вагонов совершалась сцеплением двух вагонов, моторного и прицепного. Но конкретно этот экземпляр уникален. На самом деле это прицепной вагон, но его переделали в моторный. Вагон сохранился в своем первозданном виде. Такие вагоны эксплуатировались на узкой колее. Сейчас к памятнику официально не подойти. Пешеходных переходов к этому кругу нет, а движение автомобилей тут довольно интенсивное. Но может оно и к лучшему. Меньше шансов, что до него доберутся какие-нибудь вандалы с баллончиками краски или с чем-то еще. Памятник Ленина установлен на площади имени Ленина. Это самый большой памятник в городе. Был установлен в 1984 году. Авторами памятника являются скульптор Александр Алексеевич Тюренков и архитектор Евгений Иванович Кутырев. Тюренков ученик скульптора-монументалиста Томского. Также автора памятников Ленину, установленных в различных городах. Тюренков неоднократно работал в команде Вучетича. Известен как один из соавторов памятника мемориала Героям Сталинградской битвы, расположенной на Мамаевом кургане, и памятника монументу в Калаче, соединения фронтов под городом Калач. Тюренков награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалями, а также является лауреатом Ленинской премии за памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход видео о городе Калаче-на-Дону и Волгограде. Сооружение памятника Ленину столичными мастерами изначально должно было быть приурочено к празднованию 30-летнего юбилея Волжского. Авторы работали над памятником более 7 лет, приезжали знакомиться со средой. Бронзовый памятник был атлет в Москве и прибыл в Волжске в разобранном виде, однако в силу различных проволочек процесс установки затянулся еще на 2 года. Памятник был смонтирован на 9-метровый постамент непосредственно перед открытием в 1984 году. На площади также располагается вроде как самое высокое здание в Волжском, гостиница в 22 этажа. Не спорю, информация может быть и устаревшей, но вроде небоскребов в Волжском я не наблюдал. В старой части города это здание точно самое высокое. Площадь Ленина является центральной в городе и здесь проводятся все массовые мероприятия и торжества. А вот если посмотреть прямо туда, камера к сожалению это вряд ли передаст. В хорошую погоду там едва различимо можно увидеть главный символ Волгограда. Родина мать зовет. До него отсюда по прямой почти 16 с половиной километров. А мы продолжаем. Симпатичные бегемотики. По левую руку от Ленина располагается Сталинградская улица. Памятный знак расскажет красноречивее меня. Перед площадью Ленина располагается проспект Ленина. Не знаю, пусть местные поправят. Не скажу, что это прям центральная магистраль. Улица генерала Карбышева по карте центральнее выглядит. Но проспект Ленина точно самая длинная улица в городе. Сами видите какой проспект и какие просторы. Чтобы было понятно масштабы города, население города составляет 320 тысяч человек. То есть по численности население города сопоставимо ну допустим со Смоленском. Но Смоленск на минуточку областной центр. И как я уже говорил из общественного транспорта в городе это трамвай, автобусы и маршрутки. Троллейбусов замечено не было. Но планы по запуску троллейбусной линии когда-то существовали. Но видимо что-то пошло не так и эти планы не воплотились в жизнь. А вот по правую руку от Ильича располагается парк Волжский. Как уже знают подписчики моего канала, мы всегда стараемся прокатиться на колесе обозрения в каждом городе. Не стал исключением и этот. Но проблема оказалась в том, что в этот майский день колесо почему-то не работало. Это колесо, кстати, самое высокое в Волгоградской области. Оно на метр выше Волгоградского колеса. Недалеко в парке на аллее здравоохранения есть скульптура Айболита. Насколько мне помнится, Айболит лечил зверушек, то есть был ветеринаром. А здравоохранение это поддержание или улучшение здоровья путем профилактики, диагностики, лечения, восстановления или лечения болезней, недугов и травм и других физических и психических нарушений у людей. Что ветеринар делает на аллее здравоохранения? А поскольку в городе Волжском два колеса, мы решили все-таки выполнить этот обязательный пункт нашей программы. Второе колесо еще советских времен находится в парке Гидростроитель. Парк представляет из себя такой образец советского парка. Мне кажется, большинство планировочных решений остались в той поры. Ладно, давайте сначала прокатимся на колесе, а потом прогуляемся по парку. Нас он маленько удивил, просто сейчас мы зашли не с парадного входа и сразу пошли к колесу. Это колесо обозрения представляет из себя стандартную советскую конструкцию. Которая до сих пор встречается во многих городах. А для вас когда-нибудь специально включали колесо? А мы вот удостоились такого сюжета. Будний день, 12 часов. Желающих прокатиться, кроме нас, не было. Ну ладно, тут будний. Во Пскове, например, почти такой же случай был, но в выходной день. Кстати, видео про Псков выйдет у нас в этом сезоне, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить его. Колесо не очень большое, но над деревьями и крышами пятиэтажек поднимает, а смотреть окрестности можно. Когда сильный ветер, как сегодня, маленько страшновато, все-таки в современных закрытых кабинках чувствуешь себя более комфортно и защищенно. Водонапорная башня является одним из символов города. Башня была построена в 1952 году и предназначалась для хранения в своих ямкостях 600 тонн воды. Но по полной и во всю мощь башня никогда не использовалась. Строительство города шло настолько быстрыми темпами, что центральный водопровод был смонтирован в считанные месяцы и башня как таковая не понадобилась. До 90-х годов она была заброшена и ветшала. В 2012 году была признана объектом культурного наследия, но какие-то восстановительные работы на ней производятся, ну так, ни шатка, ни валка. А вот если посмотреть в сторону Волги, то с колеса можно увидеть памятник Родина-Мать на Мамаевом кургане. Не знаю, после сжатия видео видеохостингом будет это видно или нет, но все равно полюбоваться городом с этого колеса можно. Ну что ж, давайте прогуляемся по парку, что знаю, то расскажу. Ну вот гипсовые скульптуры пионеры и пионерки, за ними ухаживают. И не просто ухаживают. Сами видите, пионерская атрибутика раскрашена красками. Памятник Сантехнику, очень популярная композиция, встречается во многих городах мира. Здесь он тоже следит, ну, во-первых, за питьевыми фонтанчиками, не знаю, насколько безопасно из них пить. Я рисковать не стал. И за большим фонтаном. Но он на момент съемки не работал. Создание парка «Гидростроитель» началось в 1951 году. Это, наверное, единственный парк, сохранивший свой первоначально задуманный образ. Парк «Ровесник города» торжественно открыл свои двери для посетителей 25 июня 1953 года. Он тогда был лишь огорожен, и в нем были проложены аллеи. Парк имеет асимметричную структуру и главную центральную аллею, по которой мы с вами сейчас и прогуляемся. В парке высажены различные деревья, по периметру парка высажены тополя, образуя как бы вторую изгородь. Внутри парка высажены более мелкие деревья, образуя приятную тень. Вообще, до строительства города тут была степь. Просто голая степь. Представляете, сколько труда было вложено, чтобы здесь получился такой прекрасный зеленый город. Вдоль главной аллеи размещен ряд скульптур. Давайте так. Сначала мы посмотрим скульптуры с одной стороны, дойдем до Дворцовой площади и посмотрим скульптуры с другой стороны главной аллеи. Если согласны, поставьте палец вверх под видео. Парковая скульптура такого вида была типична для нашей страны. Она соответствовала ленинским планам монументальной пропаганды, воплощая идеалы социалистического строя. Скульптуры в парке появились не сразу. В марте 1955 года скульптуры были заказаны в художественном фонде СССР. В 1956 году они украсили главную аллею парка. Основная задача скульптур – укрепление веры в лучшую жизнь, прославление людей труда, счастливого советского детства. Представлены все свои, формировавшие советское общество. Строители, рабочие, колхозники, интеллигенция, деятели культуры. Особо выделялись строители, возводившие ГЭС и город. Главная аллея выходит, а точнее начинается. Мы-то с вами с другой стороны пришли, под углом от восточного фасада дворца культуры Волгоград-Гидрострой. Главный же фасад дворца выходит на дворцовую площадь. Но это какое-то название, площади просто придумали новое имя, чтобы избавиться от советского топонима, мне так кажется. Первоначально площадь называлась Комсомольской. Сейчас идет реконструкция площади, и вот там, за забором посередине, стоит памятный знак, посвященный трудовому подвигу комсомольцев, открытый в 1966 году. Вернемся обратно на главную аллею. Все 16 парковых скульптур воспринимаются как единый ансамбль. Уникален тот факт, что на сегодняшний день все эти скульптуры дошли до нас как по форме, так и материалу практически в первозданном виде. Почти все скульптуры можно отнести к жителям города, за исключением, пожалуй, колхозницы. Она, как типичная для того времени скульптура, представлена с корзиной овощей и фруктах в руках, как символ изобилия. Несмотря на постоянные покушения на скульптурные памятники со стороны вандалов, они, тем не менее, всегда вовремя отреставрированы и, не стесняясь, демонстрируют свой стиль социалистического реализма. А это ведь целое направление в искусстве. Возможно, на сегодня только здесь и остался такой ностальгический приятный уголок. Ну а мы с вами дальше продолжим наш путь по аллее и выйдем к тому входу в парке, где мы, собственно, зашли в него. И напротив этого входа у нас театр кукол Януар Лекин. Он был создан 5 декабря 1990 года по инициативе Александра Илохина, его руководителя. Новое учреждение культуры расположилось в здании старейшего в городе кинотеатра «Энергетик», которому уже достаточно много лет. Кстати, это типовой проект кинотеатра. Такие здания мы встречали в Порхове, там это так и остался кинотеатр. Встречали в городе Остров Псковской области. Там, ну, типа ДК в нем расположен. А также есть такой кинотеатр в Твери, называется он «Спутник». Правда, в Твери там от кинотеатра осталось только название. Сейчас там торгово-офисный центр с тем же названием. А за время работы в театре, вернемся к театру города Волжского, за время работы в театре побывали 250 тысяч маленьких зрителей. Сегодня в репортуаре коллектива различные произведения. А мы сейчас с вами, перед тем, как посетить уникальное здание, по-моему, такое единственное в стране осталось, уникальное сооружение, сейчас будет наша рубрика «Время покушать», а после этого мы продолжим наше знакомство с этим городом. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в столовом в одном из новых районов города. Столовая называется «Домашняя кухня». Широкий ассортимент блюд, все всегда свежее, вежливый персонал, честные цены. В целом можно поесть вкусно. Приятная обстановка, очень уютно, чисто. Ну и как индикатор хорошего места для обеда, здесь кушают представители полиции. Этой столовой мы поставили пять звезд. А мы продолжаем. И да, мы на кладбище. Первый раз за свои поездки мы приехали на хоть и закрытое, но кладбище. Дело в том, что на этом кладбище расположено церемониальное сооружение советского периода – мортуарий. Площадь перед мортуарием, как и положено такому торжественному и загадочному сооружению, встречает нас пропилеями. Преодолев вход, образованный ими, мы попадаем на площадь. Мортуарий – настолько загадочное сооружение, что даже нет точных данных, когда оно было сооружено. Неизвестные имя архитектора, а также каковы были все-таки причины, чтобы возвести такое здание в атеистической стране. Все версии по времени возведения сходятся к 50-м годам 20-го века. Где-то указывается 58-й год, где-то то, что возвели вместе с городом в самом начале 50-х. Есть и еще одна версия. Пантеон был построен еще до революции местными зажиточными людьми. Но во время Отечественной войны из-за налетов вражеской авиации был почти разрушен. И здание восстановили, когда началось строительство города Волжского. Волжский мортуарий – образец сталинского ампира. Стиля, который очень многое подчеркнул из древнеримской архитектуры. Так что не стоит удивляться этому помпезному комплексу сталинского периода. Мортуарий, или пантеон, в советское время использовался для прощания с усовшими. На территории кладбища не было церкви, и прощание в мортуарии заменяло собой обряд отпевания. П-образная форма давала увидеть церемонию прощания со всех ракурсов. Церемонии прощания в этом месте проводились вплоть до закрытия кладбища в 1974 году. Естественно, рядовые граждане вряд ли удостаивались такой чести прощания в этом сооружении. Прощания здесь проходили с известными людьми, которые внесли какой-то вклад в развитие города, в развитие общества и так далее. На данный момент, как вы видите, здание в очень плохом состоянии. Но можно представить примерно, как все было. На постаменте находился гроб с усопшим. Постамент пока сохранился, хотя орнаменты, украшения отколоты уже. В изголовье трибуна для прощальных речей. А вот назначение вот этого полукруглого помещения непонятно. На просторах Советского Союза было несколько таких сооружений в разных городах. Но на сегодня мортуарий сохранился только в Волжском. Недавно его приобрело какое-то ритуальное агентство и хотел восстановить. Но, как всегда, что-то пошло не так. И, как видно, никакие работы по восстановлению или хотя бы консервации не ведутся. Ну, а на этом мы закончим. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, палец вверх и оставьте комментарий. Ну, а мы увидимся в следующем городе. Всего хорошего!